Впервые за три года в Крагандинском зоопарке рассказали об особенностях прохождения нынешнего зимнего периода, какой приказ директора из-за морозов должны соблюдать зверинцы и зачем организовывают дежурство в сюжете Ирины Вовещевич. Хочу сказать также, что в этом году как никогда зоопарк испытывает трудности с слишком высокой заснеженностью. Выпали такие осадки, что у нас закрылся доступ к вольерам морозы. Для нас это прям испытание. В зоопарке на случай морозов есть все необходимое. Дополнительные обогреватели, тепловые пушки, генератор. Работники по графику дежурят до 21 часа, чтобы вести контроль температуры. Затем это делают охранные агентства. Как-то нас эти годы, эти зимы, нас немножко разбаловали. Согласитесь, последние три зима они были нормально теплые. Здесь же неделю либо буран, либо неделю мороз. Поэтому зима, она прям правит у нас в Караганде и по Казахстану. Контроль климата в помещении это для теплолюбивых питомцев, которые там находятся. А часть животных зимует на улице. Так вот, для копытных в этом году отстроены крытые загоны. Хищникам утеплели их уличные домики. Мы увеличили на 70% копытным животным сено. Мы увеличили на 50% копытным животным зерновые. Это отруби, это пшеница, это ячмень и овес. Есть приказ подписанный мной, потому что это идет отклонение от рациона. Плюс мы даем теплую воду. Хищным животным увеличено на 50-70% мясо. Мясо, естественно, идет растаянное, теплое. Это идет под контроль прям, вид врачей, биологов. Животные инстинктивно начинают больше двигаться в мороз. Их миски моментально пустеют. И поэтому нужно дополнительное питание. Они настолько умные, да, то когда мы находимся на улице, люди, да, нам же говорят, простирайте пальцы, растирайте там ножки, топайте, да, то есть должно быть движение, чтобы не было застой крови. То животное, оно само передвигается более активно по своему вольеру. Вот. А для того, чтобы он передвигался, он затрачивает энергию. Что-то нужно ему заполнять, эту энергию, заполнять дополнительным мясом. Рацион на зимний тут сменили всем обитателям. А работать оставляют только те, кто действительно относится к животным с душой. Как отметила руководитель, от сотрудников она ждет, что называется, почувствовать себя в их шкуре. Сообщать о первых признаках изменений в организме, к примеру, снижение аппетита или, извините, отсутствие стула. Эту тележку везли мимо нас с кухни приматом. Но мы заглянули и туда. Теплый компот, бананы, теплый компот, пожалуйста. Действительно теплый, надо успеть довести, чтобы не остался мороз. Вот и каша, вот и мясо, вот такие вот компотики, видите, фрукты там у нас, печеньки, семечки, орешки, свекла, морковь, все дается. Вот они любят, любят. Да, хочу отметить, что нашего приезда в зоопарки не ждали, поэтому это не подготовка. Да, да, спасибо. Ирина Вобещевич, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5 канал.